Боже, милостья, будь ко мне грешным. Создал меня, Господи, ты помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока. И Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувима, и достойного большего подставления, чем Серафима, безболезненно родившего Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, силови честнами же творящего Креста и Святого Ангела Моего Хранителя и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, утешитель Дух истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наших. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святые по сети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам грехи наши его, и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукава. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Встал после сна, преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню, соглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Спасти ли от сна, Ты поднял меня, Господи, умы, просвети и сердце, и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно пройдет судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом, воскликни в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости дал мне терпению. Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твоего человеколюбие. И поднял меня спящего, чтобы принесить Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твоему развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою стамы, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце. Воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. 37 Псалом Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я садьбен и совсем поник, весь день сетую хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. 38 Господи, перед Тобой все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. 39 Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и от того нет у меня. 40 Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. 41 Ищущие же души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. 42 А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст твоих. 43 И стал я, как человек, который не слышит, и не имеет в устах своих ответа. 44 Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи Боже мой. 45 И я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, а не величается надо мною. 46 Я близок к падению, и скорбь моя всегда передо мною. 47 Беззаконие мое я осознаю, сокрушаясь о грехе мою, а враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. 47 И воздающие мне злом за добро, враждуют против меня за то, что я следую добру. 48 Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи Спаситель мой. 49 Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. 50 Буду обуздывать уста мои, доколе нечестиво передо мною. 51 Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. 51 Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, и я стал говорить языком моим. 52 Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. 53 Вот, ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. 53 Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. 54 Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. 55 И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. 56 От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поруганию безумному. 57 Я стал нем, не открывая ус моих, потому что ты соделал это. 58 Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. 59 Если ты обличение будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетим всякий человек. 60 Услышь, Господи, молитв мою, и внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя, и пришелец, как и все отцы мои. 61 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будь меня. 62 Твердо упал я на Господа, и Он преклонился ко мне. 63 И услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. 63 Увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа. 64 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и уклоняющемуся к лжи. 64 Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? 65 Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. 65 Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжение жертвы за грех Ты не потребовал. 66 Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано мне. 66 Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твою у меня в сердце. 67 Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возвронял уста моим, Ты, Господи, знаешь. 68 Правды Твоей не скрывал сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. 69 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняет меня перед непрестанно. 69 Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. 70 Их боли, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. 71 Благовли, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. 72 Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели души моей, да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла. 73 Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «Хорошо, хорошо». 74 Да радуются и веселятся Тобой все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно «Велик Господь». 74 Я же беден ищ, но Господь печется мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли. 75 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 75 Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! 76 Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! 76 Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! 76 Аллилуйя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 76 Аллилуйя, Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. 77 Аллилуйя, И избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. 78 Лай мне, не подвергаясь от сужденья, открыть мои недостойные will, и вот схвали Serum, и Святом Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. 78 Ласта, пацаная, посреди ночи приношу Тебе песни спаси. 79 Преподаяся к Стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжайся надо мною добровольно распявшейся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христи Божия. И спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердии Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем. И избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения. И спаси меня и в виде в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего. Удостой мне при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 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 Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного рабата его, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. 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 Молите Бога о нам, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир Надежный, Ольга, Анатолий, Виталий, Георгий, Екатерина, Сергей, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между жены, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей моих, братьев и сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Нападай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи, силою Твою дар им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, и всех православных христиан. Прости им все грехи вольные и невольные, дар им царствие небесное. Со святыми и покоя Христе души рабов Твоих, правоцев отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистия Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добротельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, и успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, и скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа, нашего Иисуса Христа, по молитвам Его про чистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Но, Господи Божий наш, воззри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы, и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во Своё спасение. Потому что Ты, источник премудрости, Тебе слава, возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнать. Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающим священникам, если угодно Тебе. Смири власти воинству их, наведи страх Твоя на них, и через них сотвори благое церкви Твоей. Умудри их издавать добрые законы, дабы дарить достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эльдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Господи, Ты предупреждаешь, что грядет страшное последнее гонение и искушение. Дай силы перенести страдания, не отверстия от Тебя. Слава Тебе за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Сохрани нас от всякого рода зла и греха и непосильных искушений в этот день. Господи, защити живище наше и селение от пожара, от воров, от нечистой силы. Живущих там Андрея, Игоря, Игоря Ферракимова, Владимира Братимова, Людмилу Болящего, Алексея и Иосифа. Добрые жители с детьми. И помилуй нас. Ты поставил нам защиту столько времени. Хвала Тебе. Не остави нас, Владыка, по милосердию Твоему. Пришли, добрые жители с селения, с детьми, любящими уставы Твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадо, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликтину. Чтобы все шли на пропасть благовестия. Аллилуйя. А сей, помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Михаила, Нину, Анну, Роману, Юрию, Рахиль, Езру и Русика, Самире и Тимуру. Дай добрую веру в себя, Христе Божий наш. Слава Тебе. Услыши наше воздыхание от скорби, от гонений. И укрепи. И воздвиги гонители, не дай им погибнуть. Коснись их сердца, обрати их. Примирись с нами. И в судный день непоминиме их безумие, Господи, благодетели наши. Посети. Воздаем добром Елену, Людмилу, доброти, Господи, Евгения, Наталью, Надежда, Юрия. Аллилуйя. Найди отступников Николая, Михаила, Александра и Юлию, благослови Максима. От пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Посети, Господи, болящих, заброшенных людей. Тебе каждому милостую. Помоги с терпением перенести страдания. И никогда ни слова не сказать против Тебя, Христе Божие. Ибо Ты знаешь каждому путь его, и с чем исправить его. Посети болящих. Дай силу перенести страдания. Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежда, Светлана. Анну, Марию, Александру, Неанилу, Неанилу, Надежда. Хвала Тебе, Господи. Благодарю за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на позднее. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя за день, в который дал мне Святую Библию и открыл сердце для покаяния. Вознай добром тем, кто трудился над моей душой, Мария, Степана, Александра, Михаиловна. Будь милостив, Господи. Слава Тебе. И все наше родство над Евдокией, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. И наше сокровище в интернете и книги здесь и в пути. Защитись, сохрани. И благослови трудящийся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктору, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея. Хвала Тебя, Господи, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай добром всем, помогавшим нам в путешествии. Богослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Дмитрия, Сергея, Людмилу, Надежду. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Прошу Тебя, не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. Проведи душу мою помытарством. И введи навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн, креститель предтеща Христов, моли Бога о нас. Но все нас жители бедности. Имея пропитание одеждой, будь благочестивым и довольным. Никогда не роптать никому не завидим. И каждому дару жилье Сергея Голубева. Святитель Христов Никола, мирреки с чудотворец, моли Бога о нас. Слепей и пророки, молите Бога о нас. Силья, Елисей, Инох, Моисей, Симаил, Аарон, Ио, Ай, Вновь, Иосиф, Патриарский. Идр, Нием, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варуха, Дики, Иосия, Ио, Иогей, Сапоня, Захаре, Малахе, Ио, Ильд, Яфан. Занил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иахов. Да исполнит Господь духом пророчественным церковью, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры, а сосудами полной милее добрых дел, с оделом Духа Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мужчинки, мужчинцы. Игнатий Багонос, Поликартов, Месси, Сильфилософ, Космай, Дамьян Андреевский, Трекилат, Миры, Мужчины. Кремен Кринский, Кремен Кантинский, Харфимий, Комедийский, Георгий. Сорок святых мужчин. Коснись сердцем Вениамина, Вадима. Не дай им погибнуть от ложного воспитания. Молите Бога о нас, святые ангелы Архангелы, Хирургий, Херапимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие. Святые апостолы, Петры Павли, Венгелисты, Матфеи, Марк Гуфаян. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, Анфима Георгий, Господи, дай веру, не пройди мимонию. Молите Бога о нас, святые ангелы Архангелы, Григорий Богослов, Иоанн Златовусов, Афанасий Великий, Крем-Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Карлилиев, Сергей Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Имеходий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет. И все перевозчики Священного Писания, молите Бога, она помилует нас, Господь, не по делам в нашем поступке с нами, но примет вечное обители. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Пекла, первомущины, Сапатина, Стамарина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья Андреевна, Варвара, Екатерина, Перепетовая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Липецкая, Крестила, Акиила, Андреевна, Куприяна, Устин. Да дарит Господь послушание, молчание, целомудрие, стыдливость женам и девам, и сохраних отечество поругание. Устратник покорил, Галина, семейство Евгений, Надежда. Помилуй нас, Божие, помилуй нас, спаси, сохрани и защити. Не коснись сердца Людмилы и Иоанны. И дай им полное послушание, Слову Божию и мужьям. Хвала Тебе, наш Господь. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Ты единый защитник и спаситель наш, умерший за наши грехи и для нашего оправдания. Аллилуйя. Господи, прими нашу молитву, воздияния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятной перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими нашу молитву, любящий наш Отец Небесный, о всех заповедших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушайте, дослышайте, когда пройдет. Субтитры сделал DimaTorzok. Обрати, Господи, Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала Тебе, Боже, за все вовеки. Аминь. Доброе утро всем. Аминь. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Я, Балейка, присяду. Я встал в первом часу. Не придем. Не придем. Не придем. и и и и и Володя там положил бумажки. Ты молодец. Ну ладно, там пусть сидит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аминь Книга «Открытым оком», тема «Русская православная церковь», том 28, вопрос 3982. Как зарубежные средства информации освещали акт о примирении патриархии с зарубежной церковью? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Все беру только из интернета, ибо сам там не был, кто-то лжет, а кто-то и видит кромку бездны, куда все сдвинулось». Цитата. «Швейцарское издание 24 часа обращает внимание на особенности торжественной службы в день Вознесения». Двоеточие кавычки открываются. В знак торжества царские врата были открыты в момент причащения священнослужителей, что происходит всего лишь раз в году на Пасху, а также в течение всей Светлой Седмицы примечания редактора. Мужской хор в начале и смешанный впоследствии, составленный из певичьих двух церквей, звучал на литургии. А более трех тысяч человек присутствовали на службе в храме, взорванном при Сталине и восстановленном после распада СССР в 90-е годы. Испанская газета «Терра» также пишет, что служба, продолжавшаяся более трех часов, точнее более пяти примечаний редактора, завершилась причащением священнослужителей из одной чаши, восстановлением единства евхаристического общения. Издание «Лак Роикс» приводит фрагмент интервью с отцом Жаном Гюи, настоятелем собора в Ницце, в котором он говорит, что, цитата, «Мы очень рады за обе стороны, счастливы, что церкви обрели свое единство во Христе». Так, например, «Лос-Анджелес Таймс» пишет, что, цитата, «Русская православная церковь положила конец 80-летнему расколу, начавшемуся, когда иммигранты, буквально в тексте «изгнанные за рубеж» примечаний редактора, отказались принять подчинение церкви советскому государству. На службе в храме Христа Спасителя, который был разрушен советским диктатором Иосифом Сталином и восстановлен в 1990 году, представители церкви зарубежной и церкви в Отечестве подписали акт о каноническом общении». Одна из самых ироничных и негативных публикаций была представлена в издании Forbes «Русский православный акт исцеляет раскол». Цитата, «Два пожилых бородатых священнослужителя в блестящих головных уборах наклоняются, чтобы поцеловать друг друга в щеку. Молящиеся крестятся и проливают слезы. Несколько фотографий на мобильные телефоны и струящийся ладан». Однако, если непонимание церковного события человеком светским еще можно понять, то едва ли можно оправдать попытку истолковать события, как, цитата, «происки советских спецслужб». Именно в этом контексте ряд англоязычных изданий говорит о присутствии президента на литургии не как о присутствии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, но как о присутствии, цитата, «бывшего офицера КГБ Путина». Олеся Дмитроцова, корреспондент сайд Мординг Телеграм, «Воскресные утренние телеграммы» перевод, я так понимаю, делает особый акцент на то, что ряд членов РПЦЗ покинет церковь из-за этого объединения, так как, на их взгляд, слишком уж тесен союз православной церкви и коммунистического режима, возглавляемого и до настоящего времени, цитата, «бывшим советским шпионом Путина». Рок Исайя 57.9. «Ты ходила также к царю с благовонной мастью, и умнажала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней». Языкиль 16.33. «Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим, и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою». Что хотите видеть на свободе? Христа Спасителя или убийц воров? С кем безопаснее? Кто нам в беде пригоден? Кто оказался пред судом неправ? Толпа орёт, забывший стыд и срам, её на усколе кричать и натравили. Кто выстроит и кто разрушит храм? В Кремль изберут святого или громил? Проходят выборы с подсчётом голосов, то Гитлера, то Ленина возвысят, и на трибунах зрим усатых злобных псов, и мечутся вокруг ночные крысы. Избранникам невежду нарекут предателя, льстеца и лихаинца, с экрана не вылазит пошлый плут, сменяются скорее минуты быстрой. Гадюшник, серпернат, сенпентарий, пёрна Иоанна, очиститься хотели, обновиться. Потом усохли реки, доразмерованные, до пригоршни и до тюремной миски. Кого нам хочется увидеть в алтаре? Апостолов или шамана, волка в ризе? Чидить, коптить или огнём гореть? Давно и намертво повенчан с нами кризис. Кого за кафедру нам вымолить дано? Пророка грозного под стать Иеремии? В старобрячество сокрыться, выл на дно, надеяться на мощи и просвирки? Что изберём и полюбить сумеем? Евангельскую веру или монастырь? Из голубей собрания или змеи, при тихом веянии или раздора вихры? Всё в наши власти положил Господь. С утра до вечера нам выбор предлежит, дать ересям куститься или прополоть. Господь при выборе нам выход укажи. 5 мая 2008 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Тема «Русская православная церковь». Вопрос 3984. Том 28. Если сначала речь шла только о признании друг друга между Московской патриархией и Русской православной церковью за границей, то что же так быстро всё изменилось и на пользу ли сие будет? Как лично вы на это смотрите? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Происшедшее показало, что нигде ничего не изменилось в духовном плане. Так что и плакаться пока не о чем, а надо трудиться и показать себе, что Христос с нами. В Библии вообще нет слов объединения, объединяться, и потому нужно нам быть едиными со Христом согласно Слову Его Вечного. Цитата. Объединение Русской православной церкви за границей, РПЦЗ и Московского патриархата вновь переносится на неопределённый срок. Такой вывод можно сделать из прозвучавшего на днях заявления представителя РПЦЗ митрополита Лавра Шкурлы в своём послании участникам неочередного съезда Сиднейской и Австралийской Новозеландской епархии РПЦЗ, который состоялся в Сидней в начале декабря. Иерарх отметил, что на сегодняшний день можно говорить лишь о «примирении» обеих частей РПЦЗ, но речь не идёт о «присоединении» и «слиянии» с московским патриархатом. По словам иерарха, формой церковного общения станет совместное служение в рамках двух совершенно отдельных церковно-административных управлений. Это, безусловно, подразумевает, что зарубежная церковь настаивает на сохранении своей самостоятельности во всех административных, хозяйственных и пастырских делах. Цитата. «Мы останемся тем, чем были до примирения, самоуправляемой частью Русской Церкви. Никто не будет вмешиваться во внутренние дела нашей Церкви. Архиерейский собор Русской зарубежной Церкви будет продолжать назначать архиереев на кафедры. Наши правящие архиереи будут назначать священников на приход. Что же касается имущества, то владение недвижимостью и иным церковным имуществом регулируется законодательством стран пребывания нашей Церкви. Перемены в этой области не только не имеют смысла, но и практически осуществить весьма затруднительно». «Кавычки закрываются». Так, глава РПЦЗ определил свою позицию по вопросам дальнейшего сближения с московским Патриархатом. Это заявление, прозвучавшее в преддверии предстоящего всезарубежного собора РПЦЗ, который примет окончательное решение, стало, цитата, «отрезляющим» для тех, кто считал, что вопрос о воссоединении двух церквей уже решен окончательно. Переговоры по сближению двух частей русской церкви ведутся уже не первый год. И ключевую роль в этом процессе играет никто иной, как сам президент России. В 2003 году он лично встретился с митрополитом Лавром и передал ему приглашение Алексея Второго посетить Россию. Напомню, что исторический визит главы РПЦЗ в Москву состоялся в мае 2004 года. В этом году Владимир Путин во время своего очередного визита в Нью-Йорк вновь дал понять иерархам, что объединение двух церквей – дело государственной важности и что он готов всячески, цитата, «способствовать этому процессу». По сценарию объединения, который предлагает московский патриархат, главной задачей процесса сближения является не только установление евхаристического общения, возможности совместно совершать литургии и прочищаться, но и установление полного административного единства, что, по сути, подразумевает подчинение зарубежной церкви патриарху Алексию Второму. Ранее в коммунике, которое было разработано совместной межцерковной комиссией, этот план, цитата, «сближения» был сформулирован как вопрос, цитата, «о статусе русской зарубежной церкви как самоуправляющейся части русской православной церкви». Это означает включение РПЦЗ в состав русской православной церкви, но на правах широкой автономии, по примеру, автономной украинской, молдавской или эстонской православных церквей. Заметим, что несмотря на то, что переговорный процесс идет крайне медленно, и некоторые зарубежные иерархи до сих пор весьма критично относятся к сближению двух частей некогда единой церкви, со стороны русской православной церкви продолжают звучать оптимистические прогнозы и утверждения, что единство московского патриархата и зарубежной церкви – дело чуть ли не ближайших 3-4 лет. Таким образом, прозвучавшее заявление митрополита Лавров, которым он наконец определил свою позицию по вопросам единства между двумя церквями, красноречиво свидетельствует, что несмотря на желание Москвы форсировать процесс сближения, на данный момент перед участниками этого диалога стоит вопрос не об объединении церквей, а лишь об установлении нормальных церковных взаимоотношений. Кавычки закрыты. Премудрость Соломона 10.20. Итак, праведные завладели доспехами нечестивых, и воспели святое имя Твое, Господи, и единодушно прославили поборающую руку Твою. Пророк Осия 11.7. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывает его к горнему, он не возвышается единодушно». Филиппийцам 1.27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую?» «Меня судили по судам мирским, судили по епархиям, пропарили, что надо. Читатель, это сам к себе прикинь, легко ли жить, когда тебе не рады? Иисус Своим нигде не обещал достаток и любовь властей церковных. Нас будут бить, злословить натощак, а после лбы крестить, не дрогнув бровью. Меня судили все, кому не лень. Католики, сектанты, мусульмане Так издырявили хитон, что не надень, когда ни грошика в разорванном кармане. До ныне судят коммунистов кодла, распроклятая в павших, распроклятая в павших от репрессий. Изыскивают, врут, нахально, подло, как у Иуды, пузо их не треснет. Но хуже всех церковные суды Епископские с жирным пересудом У этих изверков бессовестных, Где стыд, иритиковым сектантам Оболгут сугубо. Теперь вся сила, мощь у них в гнилых мощах, В чудачестве с опасным крестным ходом. Заморен ими люд слепой, зачах, И все изысканье морят с каждым годом. Вот обо всех об этих обольщениях Я высказался в книгах столько раз. Пытаются на то мне досадить хоть чем-то, Что я раскрыл подделки эти без прикрас. В епархиальной прессе, а также в интернете, Кому не лень, плюют туда, где жизнь. Я так сужу по этим всем приметам, Что Иисус грядущий где-то близ. Судите взвешенное на иных весах, Открытым оком книги злобе неподсудны. Мне 70 почти, давно я не под сам, За Библией полвека, и в праздники, и в будни. 29 мая, 2008 год, Игнатий Лапкин. Ай да Пушкин, ай да молодец. А ты мне можешь не подходить, даже крикнуть, Чтоб тебе время не тратить. Скажи, стихотворяй я. Я их забыл все уже. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Вопрос. 3993, том 29. Бежавшие за рубеж поняли ли хотя бы от счастья, Что произошло? Менялись ли они к лучшему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. История с Израилем полностью применима и к русским. Бог мял, сжег, вымачивал, А они снова тянулись к идолам. Но некоторые видели каемку пропасти, А нужно было образовывать кружки по изучению Библии, И идти в те народы с Евангелием, И жить со Христом, впустив его в свою жизнь. Но даже в лучших докладах нет Христа в Библии, А есть храмы и призыв быть хорошими, православными. Доклад Всезарубежному собору 1938 года. Цитата. Последствием крушения русского государства Явилось возникновение зарубежной Руси. Более миллиона русских принуждено было оставить родину И рассеяться по всему лицу земного шара. Проживая в новых условиях среди других народов, Многие из русских за истекшие годы успели почти забыть свое отечество, Свой язык и свои обычаи, И слиться с массой, среди которой проживают. Подавляющее большинство, однако, Не только сохранило свою народность, Но и живет надеждой возвратиться на родину По падении нынешней власти. В настоящее время русские живут по всем концам мира. Нет такого уголка на земле, Где бы не было русских людей в большем или меньшем количестве. Важен вопрос. Что представляют в духовном отношении русские за рубежом? Значительная часть выехавших русских за границу Принадлежит к тому интеллигентному классу, Который в последнее время жил идеями Запада. Принадлежа к числу чад православной церкви, И исповедуя себя православными, Люди того круга в своем миросозерцании Значительно уклонились от православия. Главным грехом людей того класса было, Что они не свои убеждения и уклад жизни строили На учении православной веры, А старались правилами учения православной церкви Согласовать с своими привычками и желаниями. Посему, с одной стороны, Они весьма мало интересовались сущностью православного учения, Часто даже считая совершенно догматическое учение церкви несущественным. С другой стороны, Они исполняли требования и обряды православной церкви. Но лишь постольку, поскольку это не мешало их Больше европейскому, чем русскому укладу жизни. Отсюда пренебрежительное отношение к постам, Посещение храмов лишь на короткое время, Да и тот для удовлетворения больше эстетического, Чем религиозного чувства. И полное непонимание религии, Как главной основы духовной жизни человека. Многие, конечно, внутренне были настроены иначе, Но выявить это вовне, в жизни, Не у многих хватало силы и духа, и умения. В области общественной класс Тот также жил идеями Запада. Совершенно не уделяя в ней места влиянию церкви, Он стремился перестроить всю жизнь России, Особенно в области государственного управления по западным образцам. Посему в последнее время велась особенно ожесточенная борьба с государственной властью, Причем необходимость либеральных реформ и демократического устройства России Сделались как бы новой верой, Не исповедовать, которую значило быть отсталами. Использовав для борьбы с монархией клевету на царскую семью, Широко распространенную по всей России, А также охваченная жаждой власти, Интеллигенция, Довела до крушения императорскую Россию И подготовила путь для коммунистической власти. Не примиряясь затем с мыслью о потере так долгожданной власти, Она объявила борьбу коммунистам, Вначале главным образом из-за нежелания уступить им власть. Борьба против советской власти охватила затем широкие круги населения, Особенно привлекший молодежь в горячем порыве, Стремившуюся воссоздать, цитата, «едимую, неделимую Россию», Ценой своей жизни. Было проявлено много подвигов, Запечатлевших доблесть христолюбивого русского воинства. Однако русский народ оказался еще неподготовленным к освобождению, И коммунисты оказались победителями. Интеллигенция частью была уничтожена, А частью бежала за границу, спасая свою жизнь. Между тем коммунисты вполне выявили свое лицо, И кроме интеллигенции России покинуло и множество населения других слоев, Отчасти спасая свою жизнь, А отчасти идейно не желая служить коммунистам. Очутившиеся за границей русские люди пережили большие душевные потрясения. В душах большинства произошел значительный перелом, Ознаменовавшийся массовым возвращением интеллигенции к церкви. Многие храмы за рубежом наполнены по преимуществу ею. Интеллигенция заинтересовалась вопросами духовной жизни И стала принимать активное участие в церковных делах. Образовалось множество кружков и обществ, Поставивших религиозно-просветительские задачи, Члены которых изучают священное писание, Творение святых отцов И вообще духовную жизнь и богословские вопросы. Многие из них приняли духовный сам. Однако все те отрадные явления имели и отрицательную сторону. Далеко не все, обратившись к вере, Восприняли ее во всей полноте православного учения. Горделивый ум не мог согласиться с тем, Что он до сих пор стоял на ложном пути. Начались стремления согласовать христианское учение, С прежними взглядами и идеями обратившихся. Отсюда появление ряда новых религиозно-философских течений, Часто совершенно чуждых церковному учению. Среди них особенное распространение получило софианство, Которое основано на признании самоценности человека И выражает психологию интеллигенции. Софианство, как учение, известно сравнительно небольшому кругу лиц, Придерживаются его открыто совсем немногие. Но духовно сродна ему значительная часть эмигрантской интеллигенции, Ибо психология софианства есть почитание человека, Который является не смиренным рабом Божьим, А сам есть маленький Бог, Не имеющий нужды быть слепопокорным Господу Богу. Чувство тонкой гордости, Связанное с верой в возможность для человека жить собственной мудростью, Весьма характерно для многих культурных по нынешнему людей, Которые выше всего ставят свои умозаключения И не желают быть во всем послушными учению церкви, Относясь к ней снисходительно хорошо. Благодаря тому зарубежная церковь была потрясена рядом расколов, Вредящих ей доныне и увлекших в себя даже часть иерархии. То сознание чувства личного достоинства проявляется и в делах общественных, Где каждый хоть немного выдвинувшийся из рядов Или думающий, что выдвинулся, Выше всего ставит свое собственное мнение И стремится стать вождем. Благодаря сему русское общество разделилось на бесчисленное множество партий и группировок, Непримиримо враждующих между собой И стремящихся проводить именно свою программу, Иногда представляющую весьма разработанную систему, А иногда просто призыв идти за той или иной личностью. Надеясь спасти и возродить Россию осуществлением своих программ, Общественные деятели почти всегда выпускают из виду то, Из виду, что кроме действий человеческих в исторических событиях Проявляется перст Божий. Русский народ весь в целом совершил великие грехи, Явившиеся причиной настоящих бедствий, А именно, клятва преступления и цареубийства. Общественные и военные вожди Отказали в послушании и верности царю Еще до его отречения, Вынудив последнее от царя Нежелавшего внутреннего кровопролития. А народ явно и шумно приветствовал совершавшиеся, Нигде громко не выразив своего несогласия с ним. Между тем, совершилось нарушение присяги, Принесенное государю и его законным наследникам. А кроме того, на главу совершивших то преступление Пали клятвы предков Земского собора 1613 года, Который постановления свои Запечатлел проклятием нарушающих его. В грехе цареубийства Повинны не одни лишь физические исполнители, А и весь народ, Ликовавший по случаю свержения царя И допустивший его унижение, Арест и ссылку, Оставив беззащитными в руках преступников, Что уже само собою предопределяло конец. Таким образом, Нашедшее на Россию бедствие является прямым Последствием тяжких грехов. И возрождение ее возможно лишь После очищения от них. Однако, до сих пор нет настоящего покаяния. Явно не осуждены содеянные преступления. А многие активные участники революции Продолжают и теперь утверждать, Что тогда нельзя было поступить иначе. Не высказывая прямого осуждения Февральской революции, Восстания против помазанника, Русские люди продолжают участвовать в грехе, Особенно когда отстаивают плоды революции. Ибо, по словам апостола Павла, Особенно грешны те, которые знают. Они знают праведный суд Божий, Что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, Но и делающих одобряют. Послание к римлянам 1.32 Наказывая, Господь одновременно И указывает русскому народу Путь к спасению, Сделав его проповедником православия По всей вселенной. Русское рассеяние Ознакомило с православием Все концы мира. Ибо русская беженая масса В значительной области Бессознательно является Проповедницей православия. Везде, где только живут русские, Строятся ими маленькие, беженские Или даже величественные храмы, А часто служатся И в приспособленных для того помещениях. Большинство русских беженцев Незнакомо с религиозными течениями В среде своей интеллигенции И питаются теми духовными запасами, Которые накопились у них на родине. Широкие беженские массы Посещают богослужения. Часть ее и активно в нем участвует, Помогая своим пением и чтением На клиросе и прислуживая. Возле храмов создались церковные ячейки, Несущие на себе заботу о содержании И благолепии храмов, А часто, кроме того, Занимаясь и благотворительной работой. Взирая на переполняющих в праздничные дни Храмы богомольцев, Можно думать, что действительно Русские люди обратились к церкви И каются в своих прегрешениях. Однако, если сравнить цифры Посещающих храмы С числом проживающих в данной местности русских, То окажется, что Аккуратно посещает храм Около десятой части русского населения. Столько же приблизительно посещают Богослужения по большим праздникам, А остальные Или весьма редко По каким-либо случаям Бывают в церкви И совершают изредка домашнюю молитву Или совершенно ушли от церкви. Последнее иногда бывает Сознательно под влиянием Сектантских Или других антирелигиозных влияний. А в большинстве случаев Просто люди не живут духовными запросами, Черствеют и грубеют душой И доходят нередко до настоящего нигилизма. Русские люди В громадном большинстве Несут тяжелую жизнь, Полную тяжелых Душевных переживаний И материальных лишений. Как ни гостеприимно Относится к нам В некоторых странах Относится к нам В некоторых странах В особенности же В братской нам Югославии Правительство и народ Которые делают все возможное Чтобы засвидетельствовать Свою любовь к России И смягчить горе русских изгнанников. Но все же Русские всюду чувствуют Горечь лишения родины. Вся окружающая их обстановка Напоминает, Что они суть пришельцы И должны применяться К часто чуждым им обычаям Питаясь крохами Падающими от трапезы Приютивших их. Даже в тех странах Где к нам Относятся с полным Благожелательством Естественно При распределении труда Первое место Дается хозяевам страны А пришельцы При теперешнем Тяжелом положении Большинства стран Не могут часто Получить заработка. Те же из них Кто сравнительно Хорошо обеспечен Все же Принуждены Постоянно чувствовать Свою бесправность И отсутствие Органов Могущих Их защищать От несправедливости Лишь сравнительно Очень небольшая Часть их Совершенно слилась С местным Обществом Но то Нередко бывает Связано С полным Отчуждением От родного народа И своей страны В таком Во всех отношениях Тяжелом Состоянии Русские люди За рубежом Проявили Исключительные Высокие Качества Терпения Выносливости И самопожертвования Словно Забыв О прежних Прекрасных У многих Условиях Жизни Своих заслугах Перед родиной И союзными С ней Во время Великой Войны Странами О своем Образовании И всем Остальном Что могло бы Побуждать Стремиться К комфорту Жизни Русские люди В изгнании Взялись За всякого рода Занятия И работы Чтобы обеспечить Себе Возможность Существования За границей Бывшие Вельможи И генералы Сделались Простыми Рабочими Ремесленниками И мелкими Торговцами Не гнушаясь Никакого рода Трудов И помня Что Никакой труд Не унизителен Если не связан С безнравственными Поступками Русская Интеллигенция В том отношении Проявила Не только Способность Во всех Обстоятельствах Сохранить Свою Жизненную Энергию И побеждать Все Что стоит На пути Ее Существования Развития Но показала И что Имеет Высокие Душевные Качества Способность Смиряться И терпеть Школа Беженской Жизни Многих Нравственно Переродила И возвысила Должна Отдать Честь И почтение Тем Кто несут Свой крест Беженства Исполняя Непривычные Тяжелые Для них Работы Живя В условиях О которых Никогда Прежде Не знали И не думали И при том Остаются Крепкими Духом Сохраняют Благородство Души И горячую Любовь Ко своему Отечеству И безропота Каясь О прежних Прегрешениях Перенося Испытания Поистине Многие Из них Как мужи Так и жены Ныне В бесчестии Своем Славнее Чем во времена Их славы И богатство Душевно Ими Приобретенное Ныне Лучше Богатства Вещественного Оставленного На родине А души Их Подобно Золоту Очищенному Огнем Очистились В огне Страданий И горят Как яркие Лампады Но с Прискорбием Должно Отметить Что далеко Не на всех Страдания Оказали Такое действие Многие Оказались Не золотом Или дорогим Металлом А тростью И сеном Гибнущим В огне Многие Не очистились И не уберились Страданием А не выдержав Испытаний Сделались Хуже Чем Были Одни Ожесточились И не Разумевают Что будучи Наказуемым Богом Мы должны Утешаться Помня Что не бывает Детей Которые бы Никогда Не потерпели Наказание Что Бог Наказывая Нас Взирает На нас Как на Сынов И тщерей Коих Должно Исправлять Наказанием Забывая О прежних Грехах Своих Таковые Вместо Покаяния Прилагают Грехи К грехам Утверждая Что Нет пользы Быть Праведными Что Бог Или Не взирает На дела Человеческие Отвратив Лицо Своё От них Или Даже Что Несть Бог В Мнимой Праведности Своей Считая Что Страдают Невинно Таковые Горды Сердцем Пачи Велихвального Фарисея Что часто Беззаконием Своим Превосходят Мытарей В своём Ожесточении Против Бога Они Нисколько Не уступают Гонителем Веры На нашей Родине И Образом Своих Мыслей Совершенно Сроднились С ними Посему Некоторые Из ярых Их Противников Сделались Уже Здесь В изгнании Их Друзьями Стали Их Явными Или Тайными Слугами И Стараются Соблазнить Своих Братьев Другие Вообще Не Видят Дальнейшего Смысла К Существованию Сознательно Отдаются Порокам Или Не находя Ни в чём Отрады Оканчивают Жизнь Самоубийством Есть И Иные Которые Потеряли Которые Не Потеряли Вер В Бога И Сознание Своей Греховности Но Воля Их Совершенно Сломлена И Они Сделались Подобными Тростнику Колеблемому Ветру Внешне Они Подобны Предыдущим О коих Только Что Было Сказано Но Внутренне Они Отличны От Них Тем Что Сознают Мерзость Своего Поведения Не Находя Однако Сил Бороться Своими Слабостями Они Опускаются Всё Ниже И Ниже Делаются Рабами Опьяняющих Напитков Или Предаются Употреблению Наркотиков И Становятся Неспособными Ни К К К К К К К С Прискорбием Можно Видеть Как Некоторые Некогда Достойные И Уважаемые Люди Опускаются Почти До Бессловесных И Весь Смысл Своего Существования Полагают В удовлетворении Своих Слабостей Имея Единственным Занятием Отыскания Средств Для Этой Цели Не 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 Смеш Лучше, чем они, внешне, но может быть далеко не лучше внутренняя суть многие, которые живут, соблюдая все правила благопристойности и приличий, но сожгли свою совесть. Занимая иногда весьма хорошо оплачиваемые места, успев даже приобрести себе положение в обществе, в котором они ныне находятся, они словно вместе с родиной потеряли и внутренний нравственный закон. Но проникнутые насквозь себя любием, они готовы сделать зло каждому, кто стоит на пути их дальнейших успехов. Они глухи к страданиям своих соотечественников, стараясь иногда даже казаться не имеющими с ними ничего общего. Не стесняясь, они интригуют против других и клевещут на них, чтобы устранить их со своей дороги. Причем, то делают именно в отношении таких, как и они, изгнанников Родины, как людей наиболее беззащитных. Есть такие, которые стараются казаться совершенно отрешившимися от своего прежнего отечества, чтобы приобрести расположение новых своих сограждан. Обычно такие люди с опустошенной душой внутри не имеют никакого сдерживающего закона. Почему способны на всякие преступления, от которых можно ожидать выгоды, если они предполагают, что они не будут обнаружены? Посему, к стыду нашему, во всех почти странах рассеяния совершенно много злоупотреблений и преступлений людьми с русскими именами. Из-за чего к русским стали относиться с меньшим доверием. И ради таковых имя наше Хулима во языцах. Упадок нравов среди нас особенно ярко сказывается в области семейных отношений. Происходит там то, чему бы 25 лет назад никто не поверил. Святыня брака словно перестала существовать, и брак обратился в обычную сделку. Множество почтенных супругов, десятки лет живших счастливым, казалось, в нерушимом браке расторгли свои брачные узлы и связались новыми. Одни то делали побежденные страстью, другие из-за выгод от новых браков. Изыскиваются всевозможные причины и основания для расторжения браков. Причем часто даже под присягой показывается неправда. Вновь заключаемые браки, как у людей пожилых, так и у молодежи, не отличаются никакой прочностью. А особым явлением стали прошения о расторжении браков через несколько месяцев после их заключения. Малейшее недоразумение и несогласие являются ныне поводом к прекращению брачного союза, потому что утратилось сознание греховности нарушения брака. Церковная власть широко снизошла к слабостям нынешнего поколения, значительно облегчив условия расторжения браков. Однако разнузнанность, кажется, не знает никаких пределов, обходя даже ныне существующие правила. После расторжения брака быстро вступают в новый, столь же непрочный, а затем часто и в третий, не имея возможности удовлетворить все свои похоти с заключением браков и не обращая внимания ни на какие церковные и нравственные законы, многие идут еще дальше, не считая даже необходимым обращаться к церкви за благословением их уз. В странах, где гражданские законы допускают регистрацию браков и не требуют обязательного церковного брака, все более частым делается вступление в сожительство без церковного венчания, а также и прекращение семейных отношений через гражданский развод. Хотя бы брак был повенчан в церкви. Притом забывается, что греховность дела не уменьшается от того, что ему придали более благопристойное название, и что всякое сожительство, не освященное церковным венчанием, является блудом или прелюбодеянием. Многие же открыто живут беззаконно, нисколько не заботясь, чтобы хоть каким-либо образом прикрыть свое явное распутство. Они поступают так обуреваемые страстью. Другие ради выгод, получаемых от их сожительства, подавив в себе всякий стыд, они не стесняются появляться везде в обществе со своими сожителями и сожительницами, которых дерзают притом именовать своими супругами. Особенно прискорбно то, что на такие явления стали в последнее время смотреть равнодушно, не высказывая никакого отрицательного отношения к таким явлениям. Почему они все время учащаются, ибо нет больше преград их сдерживающих? То, за что по церковным правилам полагается отлучение от причастия на семь и более лет по гражданским законам ограничения в гражданских правах, а обществом клеймилось еще недавно презрением, сделалось ныне обычным явлением среди даже людей, посещающих неукоснительно храм и желающих принимать участие в церковных делах? На что они по церковным правилам при таком образе жизни не имеют права? Что же говорить после того о тех, кто меньше подвергается влиянию церкви, как низкопала нравственность участия наших соотечественников, когда они сделались обычными посетителями, а другие – обитательницами притонов безнравственности, предаваясь хуже, чем скотообразной жизни, они бесславят русское имя и навлекают гнев Божий на нынешнее поколение? Будущее поколение, молодежь и дети растет, наблюдая такие безнравственные уроки со стороны старших. Но и кроме того, перед всем будущим поколением в целом нынешнее поколение совершает великий грех, слишком мало уделяя его воспитанию. Если прежде на родине значительное влияние на воспитание детей оказывали быт и уклад жизни, то теперь, не имея того, дети могли бы быть воспитаны хорошо лишь при особенном возрасте внимании к тому со стороны родителей и старших. Между тем, мы можем наблюдать обратно. На воспитание детей обращается совсем мало внимания не только со стороны родителей, часто занятых при искании средств к жизни, но и со стороны всего зарубежного русского общества в целом. Хотя и созданы в некоторых местах русские школы, не всегда, впрочем, удовлетворяющие своему назначению, но в большинстве русские дети за рубежом учатся в иностранных школах, где не изучают ни православный закон Божий, ни русский язык. Они растут совершенно чужими для России, не зная ее действительного богатства. В некоторых местах существуют воскресные школы или иные русские школы для приобретения детьми тех знаний, которые они не могут получить в иностранных школах. Отчасти это делают и некоторые русские организации. Однако приходится с грустью признать, что родители мало заботятся о том, чтобы посылать туда детей. Причем виноваты в том не только бедные, но еще больше богатые родители. За истекшие годы, несмотря на тяжелые для русских условиях, все же многие успели скопить или создать себе значительное состояние. Есть среди нас и такие, которые смогли вывести значительные суммы из России или имели за границей капиталы еще прежде и сохранили до ныне. Хотя среди них есть много лиц, щедро помогающих своим собратьям и общерусскому делу, но большинство занято лишь личными своими делами. Относясь бессердечно к беде своих соотечественников, на которых они свысока смотрят, они заняты увеличением своих богатств, а свободное время употребляют на развлечения и веселье, нередко поражая своей расточительностью иностранцев, оказывающих, отказывающихся верить, что могут быть нуждающиеся русские, если есть среди них такие богачи, и возмущающихся, если к ним русские обращаются за помощью. Действительно, при большем национальном самосознании и понимании своего долга перед Родиной можно было бы еще многое создать за границей. Ныне же мы имеем лишь весьма незначительную часть того, что могли бы иметь, да и те немногие из наших благотворительных и просветительных учреждений содержатся больше на пожертвования иностранцев, чем русских. Благодаря тому большинство наших учреждений не обладают достаточными средствами, а имеющие достаток русские люди, вместо того, чтобы прийти им на помощь, предпочитают пользоваться однородными иностранными учреждениями, внося в них свои капиталы, русскими же учреждениями пользуются менее обеспеченные. Позором для нас является, что обладающие средствами русские люди воспитывают часто своих детей в иностранных школах, не могущих ничего дать детям для православного мировоззрения и познания Родины, даже при наилучшей постановке. Они не уделяют никакой помощи русским школам, а кроме того, не заботятся, чтобы восполнить пробелы национального образования у своих детей, имея к тому материальную возможность. Многие родители совершенно равнодушны к будущему мировоззрению своих детей. И одни по бедности, пользуясь стипендиями, а другие даже, имея сами значительные суммы, отдают детей в такие учебные заведения, которые прямо ставят себе задачи воспитания детей в духе противном православию. Разные колледжи, где проводится определенное религиозное, но не православное воспитание, переполненное русскими детьми, отданными туда, или богатыми родителями, видящими воспитание лишь внешнюю его сторону, или бедняками, польстившимися на даровое воспитание их детей, и потому предоставляющими заведению детей, как оно пожелает. Трудно сказать, какие дети будут в будущем более несчастными. Они ли, или совсем заброшенные дети, которых тоже немало в зарубежье? Часто незнающие отца, брошенные матерями, они бродят по большим городам, выпрашивая себе пропитание, а затем приучаясь добывать его кражи. Постепенно они делаются профессиональными преступниками, и все ниже опускаются нравственно. Многие из них закончат жизнь в тюрьме или на виселице. Но от тех несчастных не столько спросится в будущей жизни, как от тех, кто бывшие воспитаны в прекрасных колледжах, сделаются злейшими врагами России. Приходится заранее предвидеть, что в будущем зарубежье даст многих сознательных работников против православной России, которые будут стремиться ее окатоличить или насадить разные секты, как и таких, которые, оставаясь внешне православными и русскими, будут тайно работать против России. Значительная часть тех, кто ныне воспитываются в иностранных школах, особенно конвентах, хотя, конечно, далеко не все они окажутся таковими вероотступниками и предателями своей Родины. Виноваты в том будут не одни лишь они, а еще больше их родители, не уберегшие от такового пути и не вложившие в их души твердую преданность православию. Стремясь лишь обеспечить своих детей в настоящей жизни и выбирая потому для них школу, которая, как им кажется, сможет им дать наибольшее будущее, такие родители не обращают внимания на души своих детей и делаются виновниками их будущего падения и измены вере и Родине. Такие родители являются преступниками перед Россией и преступниками большими, чем их дети, часто еще в бессознательном возрасте переманенные в новую веру, а затем воспитываемые в духе ненависти к православию. Подобными же преступниками, заслуживающими кроме того глубокое презрение, являются и те, кто лично изменяет православной вере, чтобы обеспечить себе более выгодное положение или хорошо оплачиваемую службу. Грех их есть грех Иуды, предателя, и полученные ими изменой вере положения или выгоды суть Иудины сребреники. Пусть не утверждают некоторые из них, что они то сделали убедившись, что православие не есть истина, и что они постараются послужить России, исповедуя новую свою веру. Россия создалась и возвеличилась православие, и лишь православие спасет Россию. подобно изменившим ей в лихолетии 1612 года, новые изменники не должны быть допущены к строительству новой России и даже быть выпущены в ее пределы. Да что даст и вообще зарубежье для будущего при господствующем в нем разложении? Не сделается ли оно источником новой духовной заразы, когда вернемся на родину? Состояние находящихся за рубежом русских людей было бы безнадежно в нравственном отношении, если бы мы наряду с приведенными печальными явлениями не видели проявления высокого подъема духа и жертвенности. Несмотря на тяжелые во всех отношениях условия жизни изгнанников из родины, у них находятся средства для построения и благоукрашения храмов, содержания священнослужителей, а также и для частичного удовлетворения нужд неимущих. Наряду с ожесточившими свои сердца и не приносящими ничего для общего дела, есть уделяющие на те нужды значительную часть своего достатка. Сохранились еще среди нас с радостью жертвующие церкви одни значительные суммы от своего с трудом составленного имущества, а другие лепты малые, но составляющие почти все их достояние подобно лепте бедных вдовицы. Жертвенность проявляется не только в вещественных дарах, но и в неутомимой работе на пользу церкви и ближним, которым себя посвятили многие ревностно несущие труды в различных церковных и благотворительных организациях или работающие самостоятельно. Обремененные и без того множеством дел служебных или связанных с приисканием необходимого для жизни они отдают тем делам сокращая ради них необходимый отдых, свое свободное время, свою энергию, свои силы, проявляя при том мужи свойственную им рассудительность, а жены присущие их сердцу любовь. Заботы русских за рубежом охватывают не только нужды русских за рубежья, но есть и отважные борцы за родину, подготовляющие ее освобождение. Причем некоторые отправляются для того в ее пределы, идя почти на верную смерть. Любовь к родине подвигла некоторых и за рубежом совершить деяния, за которые они подверглись суровым испытаниям, но которые история отметит как подвиг. Много стойкости и ревности проявлено в борьбе за церковную правду. Особенно же отрадное явление представляет часть молодежи горячо преданной церкви и родине, никогда ей не виданной, но беззаветно любимой. Таковые примеры и им подобные вместе с неумолкающим голосом в совести дают надежду, что в нем найдутся еще те десять праведников, ради которых Господь готов был пощадить Содом и Гоморру и указывают путь русскому зарубежью. Русским зарубежом дано по своей вселенной светить дано по всей вселенной светить светом православия, дабы другие народы, видя добрые дела их прославили Отца нашего и же есть на небесах и тем снискали себе спасение. Не выполняя же своего задания, даже унижая православие своей жизнью, наше зарубежье имеет перед собой две дороги или обратиться на путь покаяния и измолив у Бога себе прощение, возродившись духовно сделаться способными возродить и страдающую нашу Родину или быть ему окончательно отверженным Богом и оставаться в изгнании гонивыми всеми пока постепенно оно не выродится и не исчезнет с лица земли. Псалом 41.4 слезы мои были для меня хлебом день и ночь когда говорили мне всякий день где Бог твой оси 1.10 и там где говорили им вы не мой народ будут говорить им вы сыны Бога живого Иеремии 5.7 Как же мне простить тебя за это сыновья твои оставили меня я насыщал их а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц переселение переезд и бегство не в равной степени но все-таки колышут наиважнейшее вдруг высветится к месту и с каждым взглядом поднимает выше сужаются возможности приузости на выход и тянет тонущих сокровища на дно по воскресеньям в праздники привычно дрыхну спешат продать зарок с обедом заодно но предлежит рожденным человеком единственный развал вещей узреть когда по черепу смерть поддает кастетам и понимаешь все лишь суета и бред жизнь временную хочется сберечь но тает снежный ком из овольщений и добровольно стаскиваешь с плеч столь долгосрочно услаждаясь чем-то и ничего ни зернышка в потьмах шахтерский штрек заваленный от взрыва а были же мечты немало и весьма теперь же на гарнир червям и рыбам переселение и что же за багаж мы приторочили к своей пустой охапке над чем бесплатно день и ночь был страж не отчаявшиеся от беспородной не отличавшиеся от беспородной шавки из камеры всем не отличавшиеся на выход и что же за багаж мы приторочили к своей пустой охапке над чем бесплатно день и ночь был страж не отличавшиеся от беспородной шавки из камеры всем только налегке на выход нежеланный всем сидельцам зря изворачиваться и плести плетень не впрок таблетки алкоголик ельцин христос сокровище с которым отойти быть полноправным чадом у владыки благословением станет и гробница кит когда окажется на самом самом стыке к переселению пока душе одной а позже будет вознесение тела жизнь без христа лишь блеклое пятно взглянуть на край могилы не посмело 10 июня 2008 год Игнатий Лапкин это на день рождения моего 10 июня а это отдельно ролик сделай сейчас отдельно прилепился почему не знаю делаем сейчас хорошо хорошо в окраине решили о чем задумался день рождения книга открытым оком вопрос 3994 в патриархию было послано немало прошений о канонизации Ивана Грозного и Распутина Григория как на это отреагировала патриархия отвечает Игнатий Тихонович Лапкин пока не было положительного ответа потому что власть масонская не позволила по всей вероятности в обращении к архиальному собранию зачитанном святейшим патриархом 15 декабря 2001 года было и это цитата в последнее время появилось довольно много цветных прекрасно изданных с позволения сказать икон царя Ивана Грозного и печально известного Григория Распутина и других темных исторических личностей им составляются молитвы тропари величания акафисты и службы какая-то группа псевдоревнителей православия и самодержавия пытается самочинно с черного хода канонизировать тиранов и авантюристов приучить маловерующих людей к их почитанию неизвестно действуют ли эти люди осмысленно или несознательно если осмысленно то это провокаторы и враги церкви которые пытаются скомпрометировать церковь подорвать ее моральный авторитет если признать святыми царя Ивана Грозного и Григория Распутина и быть последовательными и логичными то надо деканонизировать митрополита московского Филиппа преподобного Корнилия игумена Псково-Печерского и многих других умученных Иваном Грозным Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам Это безумие Кто из нормальных верующих захочет оставаться в церкви которая одинаково почитает убийц и мучеников развратников и святых Если же эти люди действуют не вполне осознанно а подчиняясь своим эмоциям своей жажде сильной власти олицетворяемой Иваном Грозным своему стремлению увидеть в России наконец порядок вместо того морального и криминального беспорядка в котором мы все еще находимся то им бы следовало понять одну элементарную истину много раз доказанную всей человеческой историей Несправедливость и зло невозможно победить искоренить внешним насилием и другим злом Жестокостью и насилием которые сами по себе есть зло но некоторые иногда используются для достижения якобы добрых целей можно на какое-то время ограничить проявление зла страха можно загнать зло в подполье вглубь но там оно будет порождать продолжать расти и умножаться будучи недоступным внешнему давлению корень зла не вовне а внутри человеческой души в отсутствии или искажении моральных ценностей в греховной воле в потемнении сознания победить зло исправить жизнь можно только осознанным глубоким покаянием изменением всего строя жизни возвращением на путь добра и правды то есть к Богу Экклесиаст 3.21 Кто знает дух сынов человеческих восходит ли вверх и дух животных сходит ли вниз в землю Экклесиаст 12.7 И возвратится прах в землю чем он и был а дух возвратится к Богу который дал его Филиппийцам 1.23 Влечет меня и то и другое имею желание разрешиться и быть со Христом потому что это несравненно лучше по внешности судить определять что мол за птиц ореет перед нами мы ошибаемся в сюжетах и ролях участвуя в дебютах криминальных в наличии у каждого есть голова дна крути верти выщипывая и крась но лысина и плешь и седина у всех народов отдаленных раз разнообразить как лишь две ноги и две руки их оголяют модно они те же только одни и те же только последи то рожа с хари а не лик а морда преобразуется не тряпками и краской и у духовности свечение не отсвечь господь зовет к себе и явно не напрасно желая гниль из прошлого отсечь бижутерия парикмахер модный жизнь превратилась в кукольный театр но с мертвецами остаются сходные и молодой и кто предельно стар по внешности ошибочно судить внутри шкатулки бриллианты злато обычный смертный из одних обид и взятку ждет для волосатой лапы овечьей шкурой волчья скрыта суть прилюдно блея зверствуют келейно в угоду власти будет вдуд кудуть или за блюд неправдами обклеен несоответствие тому что есть внутри желание добро творить находим но сделать оное хоть в порошок сотри не обретается зло в повседневном хобби и нашу хижину как призрак оволочки раскаяние слезой с постом украсим в одежду праведности облачимся срочно дабы здесь сказанное стало не напрасным 20 июля 2008 год Игнатий Лапкин Благодарю за внимание на сегодня все кто вконтакте делайте репосты велась прямая трансляция Оль то есть вконтакте или только в одноклассниках вконтакте давай